Айкидо это не только боевое искусство родом из Японии, еще это целая система воспитания тела и духа. И сегодня у нас есть отличная возможность познакомиться с тренером Айкидо Денисом Тульчинским. Денис, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Денис, сколько лет вы уже занимаетесь Айкидо? Айкидо я занимаюсь с 1993 года, осенью получается ровно 30 лет. А как вы пришли вообще в это боевое искусство? Да, мой товарищ по институту, его зовут Роман, начал заниматься, показал мне несколько приемов, меня это очень заинтересовало. Я попросил его привезти меня в эту группу, и вот с тех пор я там. А чем Айкидо отличается от других боевых искусств родом из Японии? Да, оно принципиально отличается тем, что здесь нет соперника, это скорее партнерство, где мы вместе заинтересованы в результате. Дело в том, что энергия одинакова, она всегда есть, просто она может быть разрушительной, а может быть созидательной. И вот Айкидо выбирает второе, созидательное. Поэтому оппонент-противник превращается в партнера, и задача не уничтожить друг друга, а вместе, обмениваясь энергией, приумножать ее, и чтобы из нее получался какой-то результат. Денис, а есть ли возрастные ограничения для занятия Айкидо? В Айкидо нет соревнований, поскольку, повторюсь, здесь нет оппонентов, противников, здесь есть сотрудничество и партнерство. Поэтому ограничений нет. Мы спокойно занимаемся и в 40, и в 50, и в 60, и в 70 лет. Вот мой учитель в декабре, ему будет 94 года, и в следующем году мы с большой командой планируем полететь в Японию, его зовут Тадо Сенсей, на его 95-летие. Сколько лет уже вы непосредственно преподаете Айкидо? Преподавать я начал в 1996 году. В конце, вернее, в конце 95-го года как раз в то время совпало, что вышли фильмы с участием в главной роли Стивена Сигова. Да, это было замечательно с точки зрения популяризации Айкидо. Денис, когда я училась в старших классах, я занималась Айкидо. И с тех еще времен я помню, что базовая позиция, в которой мы находимся и слушаем нашего мастера, нашего сенсея, это сейдза. Можем продолжить безеду прямо сейчас в ней? Конечно. Расскажите, пожалуйста, о ваших экзаменах в Японии. Наверное, это очень волнительно. Там ведь настоящие мастера, и вообще Япония – это же родина Айкидо. Да, Япония – это действительно очень интересная, уникальная страна. Она отличается от России. Первый раз мы полетели туда в 1998 году. А наш учитель пригласил нас, показывал нам Японию, возил нас на экскурсии, проводил много тренировок. Мы много часов в день тренировались, но находили время и силы посещать и музеи, и храмы. Всего я был там около 30 раз, и каждый раз это было по-новому. Расскажите, какой сейчас у вас дан, и что это вообще значит? Какая вот система есть оценки мастерства в Айкидо? В Айкидо есть система. Вначале идут ученические степени, они называются Q. Если мы говорим про детей, то это 10, 9 и так до 1 Q включительно. Для взрослых, как правило, это начинается с 6 Q и идет вверх до 1 Q также. Затем начинаются степени мастерские, которые называются данными. Моя история была о том, что я начал тренировать, и по тому, какой я вклад внес в развитие Айкидо в России, было принято решение аттестовать меня вначале на 5-й дан, а затем и на 6-й. Денис, это боевое искусство больше для мужчин или девушкам, женщинам тоже очень полезно заниматься Айкидо? Нет, здесь, конечно, нет разделения больше для мужчин или больше для женщин. Такого разделения нет. Наоборот, это даже интересно, поскольку мужская и женская энергии различаются, когда они вместе в одном зале взаимодействуют, коммуницируют, рождается очень интересное сочетание. Денис, спасибо вам за беседу, было очень интересно послушать об Айкидо, а сейчас хочется небольшой мастер-класс от вас. Так как в школе я занималась Айкидо, на татаме удалось вспомнить несколько техник. У Дениса Тульчинского не только 6-й дан Айкидо, что подтверждает его высочайший уровень мастерства, но и прекрасная дочь Евгения. Она с детства занимается Айкидо, продолжая семейную традицию. Айкидо – уникальное боевое искусство, оно плавное, но при этом достаточно жесткое. Смотреть на техники в исполнении профессионалов очень увлекательно. Айкидо переводится как «Путь гармонии энергии». Занимайтесь Айкидо, развивайте свой потенциал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»